В сегодняшний момент уже определяет и определил архитектуру и функциональные технические требования для такой масштабной федеральной информационной сервисной платформы, где она будет при ее первых признаках и первой отличительной возможности – это полная открытость. Открытость для существующих региональных систем, открытость тех систем, которые в сегодняшний момент уже есть со стороны бизнеса. То есть мы всегда рады сотрудничать с крутейшими, с мелкими, с большими, средними компаниями, которые на сегодняшний момент работают в этом направлении, потому что это, безусловно, как раз те даты, которые есть и которые необходимо, что называется, соединить, наверное, какое-то одно место. Безусловно, это не просто должно быть место, оно действительно должно быть защищено место, потому что это чувствительные данные, это особенная сфера, это данные тех, которые, данные пятиш, которые накапливаются, скажем, в годом, могут быть анализированы, и это очень чувствительно, понятно, что это персональные данные, они, безусловно, должны быть под защитой государства. Ну, все-таки, возвращаясь к вопросам как раз-таки тех спокойностей регионов, в частности, Наталья Владимировна, в говорении о том, что необходимо под каталоги будет осуществлять только только у кадров, да, и, в первую очередь, погружать наших учителей в тот мир, который в сегодняшний момент гардинально меняется. В этом году мы с коллегами в проложении темы, я хотела бы сейчас уже переходить, Андрей, к вам, мы с точки зрения детей, да, и покружения детей, мы в этом году, на мой взгляд, успешно реализовали первый, так сказать, сезон проекта «Урок-цинфр», где мы детей знакомили с новыми технологиями, но, вот, как видите, сейчас есть потребность, в том числе даже на таком уровне, на политийном уровне, погружать в это еще и преподавательское сообщество. Но здесь это, как бы, первый, да, такой, как бы, тезис, который хотелось бы услышать, и, по большому счету, вы, как представитель автономной некоммерческой организации, цифровая экономика, это компания, как бы, организации, которые образованы силами крупнейших на сегодняшний момент организаций цифры. Хотелось бы, как бы, в этом контексте ваше мнение, готовность компании принять в этом участие, и, коль мы так стартовали с вопросом, связанным с кавром, да, для рынка, и так далее, что в вашем формате должен принести национальный проект «Урок-цинфрак». Спасибо большое. Добрый день. Рад приветствовать всех экспертов в этой аудитории. Но, отвечая на первый вопрос, я скажу, наверное, так, что мы с большой радостью возьмемся за продолжение урока цифры в контексте уже преподавателей. Мне тоже кажется, что это насущная совершенно задача, и мне искренне хочется здесь быть полезным, да, и лично, и как представителя данной цифровой экономики, и как адвоката, скажем так, бизнес-сообщества. Вот. Что касается второго пункта, то здесь я, наверное, позволю себе немножко порассуждать о данных в целом, я поддержу, во-первых, Михаила Юрьевича в том, что, по сути, все данные в образовании, они должны так или иначе работать на рынок труда. Ну, единственное, что, когда мы говорим о рынке труда, мы пытаемся прогнозировать его, да, спрашивать себя, а как он будет развиваться. И вот здесь, наверное, плохая новость, потому что проще всего было прогнозировать рынок труда в эпоху жизни по пятилеткам и в эпоху плановой индустриальной экономики. Сейчас, когда технология способна за год развиться и устареть, это несколько сложнее. Поэтому мое утверждение в том, что те давние, да, большие, значит, которые могут как-то собираться и интерпретироваться, они скорее должны работать на гибкость рынка труда по отношению человека к человеку, на гибкость человека, по отношению к рынку труда, но и на гибкость еще системы образовательной, по отношению ко всему. Вчера на одной из сессий был представитель компании «Газпромнефть». Ну, значит, компания просто вкладывает, конечно, на большие ресурсы сейчас цифрализацию. Мы так немножечко иронизировали на тему того, что данные – это новая нефть. Вы не будете добывать цифровую нефть, они как-то вот так играли, так как помнят. Но на самом деле было сказано этим человеком очень важная вещь о том, что для чего цифрализация была по нефтям. Для того, чтобы быстрее проходить очень затратный и дорогой инвестиционный цикл от стартовой разведки к бурению, выходу на инвестиционный уровень освоения месторождения и так далее. То есть ускорение вот этого процесса, и оно возможно за счет именно применения ваших данных и их верной интерпретации. Точно так же мне кажется, что сфера названия, да, я предостерегаю интерпретации моих слов о том, что вы хотите делать нефть из детей. Но тем не менее, те самые большие данные способны сработать на раннее выявление талантов, на их раннюю профилизацию, на профориентацию и на последующее оперативное переключение между разными профессиями и отраслями, что ли мы говорим о быстроменяющемся мире и быстроменяющемся рамках труда. И вот это на самом деле деньги, да, это достаточно большие суммы денег, которые на государственном уровне могут быть сэкономлены или наоборот дополнительно заработаны на вот этих вот данных. При этом надо понимать, что как только мы включаем термоинтерпретации данных, то мы можем получить разрешение облона по сравнению с теми данных, которые мы собираем сейчас, официальные данные статистики. Ну, в качестве примера я могу привести, например, статистику трудоустройства, выпускников по специальности, статистику заработных плат и так далее. Если мы просто возьмем блютые статистики а-ля ВКонтакте, а-ля HeadHunter и попробуем их поинтерпретировать, то мы получим другие результаты, которые зачастую могут быть вообще оправданными от официально собираемых. Это тоже важно понимать. При этом, ну, вот я записал себе, что путь в тысячу умений начинается с первого шага. И то, о чем мы говорим сейчас в образовании, оно, на самом деле, достаточно далеко от реального управления данными. То есть, ну, например, на днях в Минопро науке, да, которая теперь отвечает за высшее образование науку, было совещание, посвященное созданию суперсервиса подачи заявлений выпускникальных школ в вузы. Это не управление данными, это базовый уровень информатизации. И зачастую то, о чем мы говорим сейчас в образовательной системе, это именно базовый уровень информатизации. Важно отличать от того от другого. В этом смысле, ну, если раньше существовала такая профессия, как актер больших и малых театров, то теперь, вероятно, это аналитик больших и малых данных, и, соответственно, да, важно здесь уметь отделить зерна от клиентов. При этом, что на данный момент есть в реальности, да, с точки зрения сбора данных? Есть, на самом деле, какой-то корпоративный опыт, который с этим связан, и который отчасти связан с корпоративными системами обучения сотрудников, ну, скажем так, обучения и развития. То есть, компании, да, интересно вкладываться в сотрудника с тем, чтобы получать какую-то финансовую обучу. Компания смотрит на сотрудника как на некий ресурс. В этом смысле, компания, там, интересен управлять, как-то поинтерпретировать эти данные. Ну, и если мы говорим о том, что с этим делать, то, наверное, первый вариант, что с этим делать, это получать, как называемую, информативную аналитику. То есть, в процессе обучения, когда ты проходишь какой-то курс, ты получаешь мгновенный слез того, как себя ведешь, даже для тебя улучшить. То есть, это отличается от оценки, там, по результатам контрольной работы, промежуточной контрольной, итоговой контрольной и так далее. Это именно оценка, которая позволяет понять, что может сейчас поменять. Она же работает на другом конце корпуса, то есть, в данном случае, провайдеры для образовательной программы можно по результатам такой аналитики видеть, что его нужно, как его нужно трансформировать в программе. И второй вид аналитики – это предиктивная аналитика. То есть, это интерпретация результатов с тем, чтобы делать на основании их каких-то далеко идущих выводов. Например, если мы возьмем корпоративные системы, то это вывод о вероятности того, что сотрудник в ближайший год, например, собирается покинуть компакт. Но надо понимать, что… Надо понимать несколько вещей. Что-то первое, что если мы подобные вещи внедряем в образовательную систему, то это означает изменение многих базовых процессов образования. То есть, не просто автоматизация существующих процессов, это означает изменение базовых процессов. А второе, что любого рода подобного типа интерпретации, они носят вероятности и характеристики. То есть, мы никогда не можем сказать для человека, что на 100% покинет компанию в течение следующего года. Но никогда парт, у которого ваши данные используются для анализа благонадежности заемщика, никогда не скажет, что вот этот заемщик на 100% благонадежен. Он скажет, что на 70% он благонадежен, с вероятностью 70%. Это уже будет отличная вероятность. Это тоже важно понимать, потому что, когда мы говорим о сборе цифровых следов, о том, как мы будем интерпретировать то, что пишет человек в соцсетях и так далее, то это носит вероятность и характер любого случая. Есть опыт китайских товарищей, которые используют на соцсети и все прочее. Это очень интересный инструмент тотального контроля. Есть этот китайский рейтинг, о котором, наверное, многие слышали, который интерпретирует те или иные действия человека в сети. До этого тоже не хотелось бы дойти. И в особенности, здесь еще один проблемный момент, связанный с тем, что как только мы начинаем делать дело с детьми и с персональными давлами одновременно, то мы упираемся в совершенно непробиваемую этическую стену, во-первых, которую не хотелось бы приблилось. Во-вторых, в эту стену того, что не хотелось бы выходить на инструмент тотального контроля в китайский рейтинг. И если мы все эти проблемы каким-то образом сообщать, сможем решить, сможем научиться интерпретировать данные образовательных результатов, и не только их, не связанные с ними данными, и строить какие-то интерпретирующие модели, то, собственно, вот это и дает вам шанс наконец-то выстроить ту самую систему образования и, конечно же, не существу, о которой мы так долго говорили. Спасибо. Спасибо большое. Вновь хотелось бы вернуться к практике региона. У нас сегодня здесь, наверное, Александр Пугавик, это фонд «Инопрактика», который, по большому счету, в большей степени это формирование консиденции, и очень тесной работой в, соответственно, регионах, Александр, вот в этом контексте ваше мнение, ваше опыт работы и ваше экспертное мнение, в отношении зрителя большие данные образования, что необходимо сделать, и уже, подводя, как бы все у нас спикеры на сегодняшний момент высказали так или иначе свое мнение, и хотелось бы уже предоставить. вот я могу порадко выступить и уже, наверное, так, резюмирую, что на сегодняшний момент необходимо сделать системе образования, чтобы выстроить эту работу и функционирование больших данных систем. Добрый день. Немного, наверное, про саму цифровизацию, как вы копрели данные. Спасибо. Можно подключить презентацию? Хочу сказать отдельно, что цифровизация — это не некая самоцель цифровизации ради цифровизации образования, а под ней все-таки лежат цели повышения качества образования, доступности образования. Много уже регионов с точки зрения информатизации сделали относительно нормативки. Все, что связано с выводом госуслуг, с электронными чередями, с электронными журналами, успеваемости. И нам видится, что сейчас как раз-таки фокус цифровизации должен быть уже повернут в сторону учителя, ученика, их взаимоотношений и взаимодействий. Что цифровизация может дать для ученика? В данном случае основным моментом является мотивация. Мотивация ребенка к обучению. Пока нет мотивации, условно говоря, и результаты достаточно низкие. Современные цифровые технологии, вот там, допустим, взять какой-то там, того же Skyeng, Chiru, они достаточно хорошо используют интерактивные возможности цифровой технологии, микрофикацию, чтобы ребенка вовлекать в процесс образования, что дает соответствующие результаты образования. Для учителя, естественно, нужны инструменты, которые позволят снять с него учителы, снять всевозможные отчеты, заполнение в двух-трех источниках информации об успеваемости. Где-то до сих пор по бумажному пишут, потом по электронному перекладыванию успеваемости. То есть, вот здесь цифровизация как раз должна дать возможность учителю больше посвящать времени ученику, непосредственно процессов образования, а не какой-то рутине. Теперь, что касается данных. Вот как раз-таки на этом слайде некая функциональная модель, где мы в центре ставим как раз-таки ученика, учителя, их взаимоотношения, и что требуется к отношению ученику. Изменить его отношения, изменить его мотивацию к своему процессу, а дальше уже из этого строятся какие-то сервисы, цифровые инструменты, которые это позволят сделать, контентные сервисы. То же самое относительно учителя. Если говорить об опыте, мы сейчас антамансийским автономным образом как раз реализуем проект, скажем так, цифровой образовательной среды региона. Здесь на слайде, может быть, мелко, но, тем не менее, некая архитектура, как она строится, исходя из цифровых сервисов. И здесь, конечно, вот прям слова Натальи Константиновны очень резонируют относительно того, в регионе всегда есть, ну, не везде, но зачастую есть ряд разных разработчиков, которые внедрили разные системы в разных уровнях образования. Они, естественно, не интегрируются, эти все попытки региона, как-то подружить этот регион, этих разработчиков всегда заканчиваются не очень хорошо. Тем не менее, чтобы принимать решения, а ведь, как мы говорим, о данных, о накоплении данных, опять-таки, зачем они? Чтобы принимать более объективные решения, более эффективные решения на основе этих накопленных данных. Чтобы анализировать эти данные, их, естественно, нужно накапливать, накапливать из разных источников. В том числе, некоторые сервисы, которыми пользуются там ученики, допустим, тот же самый, там, учил контентные сервисы, они никак не связаны с теми системами, которые уже используются в регионах. Дневник, да. То есть, те образовательные результаты, или, а ведь, ну, Александр тоже сказал, не всегда результаты важны, а в том числе процессы. Да, сколько раз, сколько попыток было у ученика, где у него, на каких темах были там загвозки, где он, по-моему, проще решал. Все эта информация неконсультирована, распространена по разным сервисам, антентным сервисам, электронным журналам, дневникам, очередям. И здесь важна как раз-таки полнота сбора этой информации и ее нетублированность. Какая-то консистентность. И в этом, в этой части важна некая система, назовем ее мастер-данных, которая накапливает все это и позволяет не дублировать. Таким шагом, первым шагом, скажем, была система контингент. Ее даже уже нельзя там упоминать. Это такое слово запрещенное. Но, тем не менее, это был хороший шаг с точки зрения накопления данных из разных систем. Это очень понятно, в структурированном виде. А вторая задача, как мы говорим о данных, не только их накапливать и полнотво определять, но и каким-то образом правильно структурировать, вводить некие стандарты накопления. Чтобы подружить в разных системах, разных разработчиков, нужны определенные стандарты, назовем их так далее. Каждая новая интеграция – это путь, который проходит заново, с нуля. Разработчик много, систем много, и поэтому здесь важной задачей было бы создание таких стандартов, которые бы позволили, ну, как условно говоря, есть розетка, есть вилки, да, понятно, в другой стороне вилки разные, но, тем не менее, в рамках одной инфраструктуры это был бы понятный механизм входа каждого игрока на новый рынок. Там возошлется новый регион, есть федеральная платформа, либо как интеграционная шина, которая позволяет по понятным стандартам подключить новую систему и начать из нее получать данные, и новой системе получать данные из тех, которые уже существуют в регионе. Поэтому мы вот к такому, скажем, диалогу разработчиков, как фонд, мы все-таки не государственный институт развития, поэтому мы к такому диалогу разработчиков образовательных сервисов призываем, которые его всячески, в том числе, над поддержкой Минпросвета проводить, чтобы вот это, так сказать, будущее дружбы всех систем наконец настало. Да, спасибо большое. Спасибо большое за ответ. Вопрос был, в принципе, как и все, все не было. Если можно...